МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Актуальная повестка. Депутаты Рязанской городской думы сегодня отдали строительство школы в Симчино в концессию и законодательно поддержали мобилизованную. Динамика стабильная. На коллегии УФНС по Рязанской области говорили о высоких показателях. Абибасы по-рязански. Полицейские на рынке накрыли очередную точку с контрафактом. Депутаты Рязанской городской думы сегодня утвердили перевод строительства школы в микрорайоне Симчино в концессию, повысили окладу муниципальным чиновникам на 4% и освободили от уплаты земельного налога мобилизованных рязанцев. Основные вопросы повестки в нашем следующем материале. Один из первых основных вопросов заседания Рязанской городской думы строительство школы в Симчино на 1100 мест. Его отдают в концессию. Это такой вид государственно-частного партнерства. Концессионером выступила компания «Про-школа номер 58». Народных избранников заинтересовал ее конечный учредитель. Оказалось, это госкорпорация «Веб.РФ». Вопросов больше не возникало. Как, собственно, и по схеме самой концессии. На первом этапе подрядчик на свои средства построит школу к 2025 учебному году. На втором этапе будет использовать школу и организовывать в ней дополнительные образовательные услуги с 2025 по 1932 годы. А затем здание перейдет в собственность города. Общая стоимость проекта за 10 лет составит 2,5 миллиарда рублей, из которых начальная стоимость строительства – 1,8 миллиарда рублей. Оплата процентов за обслуживание кредитов – около 500 миллионов рублей. Операционные затраты на обслуживание здания с 2025 по 2032 годы – 296 миллионов рублей. Еще одна важная тема – дополнительные меры поддержки мобилизованных рязанцев. Народные избранники освободили их от уплаты земельного налога за отчетный период 2021 года. Решение приняли единогласно. Установку погибшим в СВО рязанцам мемориальных досок на фасадах двух школ 7-й и 24-й депутаты также не стали откладывать. Герои – два Алексея – Яковлев и Филиппов. Тексты на табличках озвучила Эвелина Волкова. В этой школе учился гвардии сержант ВДВ, командир отделения, командир боевой машины Алексей Александрович Филиппов. Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента награжден орденом мужества посмертно. Что же касается повышения окладов муниципальным чиновникам на 4%, эту инициативу в Рязанской городской думе тоже приняли. Как того и требуют федеральные нормы. Обстановка с налоговыми поступлениями в Рязанской области стабильна. В этом году в консолидированный бюджет России поступил 81 миллиард 79 миллионов рублей. Это больше, чем в 2021 на 35%. Об этом сегодня на коллегии управления Федеральной налоговой службы заявил ее руководитель Вячеслав Морозов. Выручка всех онлайн-касс в регионе составила почти 500 миллиардов. И это тоже на треть больше прошлогоднего периода. Об остальных цифрах далее. О том, что этот год для регионального УФНС один из самых результативных за последнее время, налоговики заявляли еще в августе. Первые полгода принесли в бюджеты всех уровней рекордные деньги. Сегодня эта динамика только продолжилась. 81 миллиард с хвостиком налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – лишние тому доказательства. Понятное дело, казна Рязанской области в накладе не осталось. В консолидированный бюджет Рязанской области поступило 45 миллиардов 10 миллионов рублей, что на 25,5% или на 9 миллиардов 186 миллионов рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Хочу заметить, что проект по Российской Федерации по консолидированию бюджета людей субъектов составил средний 118,4%. Консолидированный бюджет Рязанской области по состоянию на 1 апреля 2022 года с учетом увеличения областного бюджета на 4,7 миллиарда рублей в размере 56 миллиардов 832 миллионов рублей исполнен на 79,5%. Основная прибавка в бюджеты всех уровней – это налог на добавленную стоимость – больше 40% в общей сумме. В целом, рост поступления идет по всем источникам. Например, сумма доначительных платежей по результатам налоговых проверок в среднем составила 25 миллионов на один выезд. И понятно, что власть эти показатели очень воодушевляет. Любой социальный проект – это же не только неравнодушные люди, которые должны его реализовывать. Это еще и финансирование, которое нужно на его реализацию. Финансирование откуда у нас берется? В первую очередь, это налоговое поступление. Это налоговое, ваша работа, других источников на самом деле нет. Вот Вячеслав Пундов сейчас озвучил некоторые показатели. Это все свидетельство вашей большой работы. Рязанская налоговая служба работает очень эффективно, качественно. Если говорить прямо, то Рязанская область не единственная, где растут платежи. Это общий тренд по всей стране. Вот только именно здесь темпы выше остальных. Впрочем, это пока краткосрочная перспектива. В долгосрочной есть риски. Об этом говорила министр финансов региона Марина Наумова. Мы понимаем, что эти итоги, они сегодня нестабильны. То есть мы понимаем, что мы можем столкнуться с вызовами, которых никогда не было в экономике. Мы должны быть к ним готовы. Поэтому в следующем году наша с вами работа, она будет еще деснее строиться. Потому что, наверное, самая главная задача будет это вовремя выявлять какие-то негативные тенденции. И вывод, как налоговый орган, и орган их ввести первыми. Единый налоговый счет, который появится с 1 января следующего года, для финансистов пока что чудо-чудное, диво-дивное. Работать с ним региональным Минфину и УФНС придется сообща. Теоретически, единый счет должен упростить процедуру уплаты, включая возврат излишек. Но на практике же эта модель работала только с физическими лицами. С предприятиями корректировать ее придется прямо по ходу. В центре Рязани полицейские накрыли точку торговли контрафактом. Рейд целовики провели по обращению местных жителей, которые, похоже, остались недовольны качеством товара. Все пары обуви, что стоят на полу, это невыбранные обновки. Это подделки известных брендов. О том, что на центральном рынке продают контрафакт, в полицию сообщили возмущенные рязанцы. Проверка не заставила себя долго ждать. И вроде бы все кроссовки брендированные говорят, марки известны, только качество у них ниже среднего. Да и стоит соответственно. И такой обуви насчитали 270 штук. Данная продукция будет изъята и направлена на исследование правообладателю. После чего на индивидуального предпринимателя будет составлен административный протокол по статье 14.10 Кодекса административных правонарушений. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф. Сумма в три раза больше причиненного ущерба, но не меньше 50 тысяч рублей. Плюс конфискация. Впрочем, говорят сотрудники, им не привыкать. Это уже кадры прошлогодние. Тот же центральный рынок, те же палатки и продавцы. И старый добрый контрафакт. А в курсе, что реализовывать продукцию с логотипом, контрафактную, запрещено? И остатки продаем прошлогодние. Мы не привезли никаких контрафактов. Новый у вас не было? Это прошлогодний товар, да? В прошлом году, кстати, контрафакта было больше. 358 единиц. Два года назад и вовсе 500. Это, говорят, у тех, кто не успел свою палатку закрыть. В общую кучу контрафактной продукции попали одежда, детские игрушки, изделия из кожи и аксессуары для сотовых телефонов. На этот раз кустари ограничились обувью, но попались все равно. Через два дня, 29 октября, исполняется 70 лет в неведомственной охране. Официально дату ее создания называют 1952 год, но структура, действующая на основе самостоятельного управления и финансирования, появилась задолго до этого времени. Еще в начале 30-х. Как изменилась служба, расскажем далее. В ночь с 8 на 9 октября мужчина попытался сжечь военный комиссариат Московского и железнодорожного районов Рязани. Вооружился он двумя бутылками с зажигательной смесью. Но злоумышленник здание перепутал и закидал коктейлями Молотова Московский районный суд города. Задержать его удалось силами отдела вневедомственной охраны. Сотрудники МВД передали нам ориентировку, мы встали на перехват и в дальнейшем мы вычислили эту машину и задержали ее. Там, соответственно, был водитель, он ничего об этом как бы не знал, он просто подвозил пассажира. И в итоге, когда он подвозил пассажира, он рассказал, куда его подвез, как подвез, и в дальнейшем мы этого товарища задержали. И пусть основная задача вневедомственной охраны – это охрана объектов собственности граждан и юридических лиц, она также занимается профилактикой правонарушений и преступлений. Под защитой отдела в Рязани больше трех тысяч объектов собственности. Из них большая часть – это квартиры, дома и места хранения имущества. Также почти 50 автомобилей как рязанцев, так и юридических лиц. За 9 месяцев этого года отдел задержал более трех тысяч правонарушителей. Соответственно, передал в отдел где-то около 800 человек. 30 человек у нас было найдено, которые находились в розыске. Было принято участие в раскрытии более 31 преступления. Из них 11 лиц были задержаны на объектах, которые мы охраняем. 29 октября сотрудники вневедомственной охраны отмечают свой профессиональный праздник. В этом году службе исполняется 70 лет. Сейчас это профессионалы, которые регулярно повышают свой уровень мастерства на новых тренировочных базах. В преддверии праздника наша съемочная группа в рамках передачи «Городские встречи» встретилась со Станиславом Ефимановым, начальником отдела вневедомственной охраны по городу Рязани. Обсудили тренировку сотрудников, обмундирование и особенности работы. Премьера уже в ближайшее время. В Рязани прошел 14-й конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». Он посвящен празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 127-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Помимо студентов вузов и СУЗов, в конкурсе приняли участие и актеры театра «Переход». Уж на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый кругами сходит к небесам навстречу утренним лучам. Отрывок из поэмы Пушкина Руслана Людмила чтец знает, как говорится, на зубок. Но просто выучить и монотонно прочитать мало. Здесь нужно лирику прочувствовать и правильно подать. Такую задачу перед участниками поставили организаторы 14-го конкурса чтецов духовной прозы и поэзии. «Покровские вечера». Молодежь друг друга слушая, представляя на суд и жюри, и друг друга свои опыты художественного слова, конечно же, при рощении какой-то переживают. То есть они делают выводы о своих еще развивающихся способностях, слыша своих современников, прекрасно читающих, и понимают, что я переживаю за всех и не хочется кого-то огорчить. Мы оставим без места. Но, с другой стороны, я думаю, они же сами видят, как эффектно и, в общем, содержательно, увлекательно кто-то звучит. Думаю, что все-таки оставляет светлое впечатление на всех участниках, то, что они здесь слышат. На конкурс «Покровские вечера» заявилось больше ста человек. Отборочный этап прошел накануне. Организаторы честно признались, что выслушали каждого и дали свои рекомендации. Однако отбор был строгий. Из ста заявок в финал вышли только 45 человек. Любители духовной поэзии – это ученики вузов и СУЗов, актеры театра, переход и даже самые юные участники. Сеема хорошица, развесище стоит, и ветки отзывайся, на солнце горит. Ведь всей войной гремучей все ветки отдает, и в прячь мы отключили и песенки помыли. Браво! Впервые конкурс прошел 14 лет назад. С тех пор стал явлением традиционным. Организаторы «Покровских вечеров», а это приход Покрова Татьянского храма, кафедра теологии РГУ и театр «Переход», настаивают на неизменности ценностей – произведения духовного содержания. Со сцены студенческого театра прозвучали стихотворения Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Александра Пушкина, Марины Цветаевой и других известных авторов. Участники также смогли представить на суд жюри произведения собственного сочинения. Я считаю, что это очень важный фактор развития для молодежи, культурного, морального. То есть это помогает развивать в человеке какие-то определенные качества, которые в нашем мире, в современном, сейчас очень важны. Для каждого человека это очень серьезный шаг, потому что ты выступаешь на публике, и на тебя смотрят люди, ты как бы себя перебариваешь. И какие-то свои комплексы. И это очень помогает в развитии личности. Если на первых порах Покровские вечера такого ажиотажа не вызывали, то сейчас это тот конкурс, в котором хотят поучаствовать многие декламаторы. Организаторы рассчитывают, что и в последующие годы конкурс будет собирать еще больше единомышленников, которые любят духовную прозу и классическую поэзию. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова